Всем привет, друзья! С вами я, Оля Ермилова, и сегодня, знаете, что называется на злобу дня? Сегодня хочу поговорить с вами о коронавирусе. Честно вам скажу, еще пару дней назад я понятия не имела, что это такое вообще, где эта провинция, деревня или что-то там оказалось многомиллионное, где все это дело началось, но сегодня ко мне подошел человек и сказал, не хотите купить тест, тест на коронавирус. И я поняла, что вот оно, вот он звездный час всех товарищей, которые хотят заниматься бизнесом. Прошли уже моды там на пружинки, на какие-то прочие вещи, а сейчас самое время зарабатывать деньги, делать бизнес, что называется, по горяченьким следам, пока этот чудесный коронавирус вот буквально в наш мир ворвался. Доктор Комаровский, кстати, снимает видео, по-моему, каждый день, хайпится чувак на этой теме, молодец, молодец, тоже молодец. Смотрю, что взорвались у него просмотры, он начал мне в рекомендованных даже попадаться, и он рассказывает все время об этом коронавирусе, и на самом деле рассказывает очень здравые вещи о том, что пока что умерло там 120 чем-то человек, на самом деле каждый день умирает гораздо больше людей от разных вирусов. Но вот этот хайп, который подняли в очередной раз, и вот это прямо полный пипец, типа вообще всех эвакуируем и так далее, и так далее, и вообще просто капец хана, это, конечно же, прекраснейшая, прекраснейшая среда для того, чтобы что делать? Зарабатывать деньги. Потому что сейчас появляются, на самом деле чувак мне предложил тесты, естественно, продаются массово, массово маски продаются. Вот, сейчас в Россию, я посмотрела сегодня в новостях, что в Россию возвращается огромное количество, оттуда там же, вообще в России же это страна, в которой живут все, и поэтому китайцы там, естественно, полмиллиарда китайцев тоже там живет, вот они все возвращаются, и там покупают маски, в общежитиях им раздавать студентам. Но доктор Комаровский, например, ну, умный чувак на самом деле, он сказал очень правильную вещь, что есть инкубационный период, и это, как правило, порядка 10 дней, и эти 10 дней нету никаких симптомов, бесполезно мерить температуру, бесполезно что-либо делать, то есть вы ничего не узнаете и не поймете. Ну, кстати, я вам хочу сказать, что год назад мои дети заболели ветрянкой, и вот я прекрасно летела на Бали, и я знала, что у меня у Евы идет инкубационный период, скорее всего, у моей младшей дочери, потому что заболела старшая, и действительно, мы приехали через 10 дней, у нее началась ветрянка, но она по факту уже была переносчиком ветрянки, но никаким образом это нигде не выражалось, поэтому уж простите, если что, то можно и заразиться. Ну, кстати, есть утешительная новость по поводу, я сегодня прямо энциклопедия по поводу коронавируса, хотя рассказывать вам буду сейчас о другом. Хорошая новость в том, что так просто, если вы прошли мимо китайца, ничего с вами не произойдет, вам нужно с ним нормально поконтактировать, так, по крайней мере, говорят важные люди в России. Соответственно, я не знаю, может быть, это вообще какая-то половая инфекция практически, то есть вам нужен какой-то очень близкий контакт или какие-нибудь такие вещи, но давайте первое, без паники. Каждый день умирает огромное количество людей от разных вирусов, и слава богу, пока эпидемии нету, хотя в прошлом году, кстати, была корь в Украине, и очень тоже все по этому поводу переживали и боялись, но что происходит в такие моменты? В такие моменты происходит бизнес, потому что начинаются продаваться прививки, начинают продаваться лекарства, начинают продаваться суперсмеси из трав, чаи, пояса, специальные пшикалки, варежки, которые защищают вас от какого-то вируса, и в данном случае это коронавирус. Вот вы просто вдумайтесь, очень многие, как я, говорят, да дурь, да что люди дебилы, и вы знаете, что поразительно оказывается огромное количество людей, я не назову их дебилами, но это, скорее всего, люди, которые очень сильно боятся, обычные люди, которые люди запуганы, и они реально покупают эту хрень. И реально сейчас, я думаю, что вы можете загуглить, и посмотреть, и увидеть, что уже что-то от коронавируса вы можете приобрести, и, соответственно, чему я вас не учу, но вы можете продать. Вот это парадоксальная вещь, на чем часто делается бизнес. Мы говорим о нишах, мы говорим о предназначении, мы говорим о ценности, о важности людям, но на этой хрени, на этом хайпе люди зарабатывают деньги. Поэтому сегодня вы можете, например, продавать тесты, вы можете взять бумажку красную, покрасить ее краской и сказать, что это специальный тест, и если у вас покраснеет, когда вы в пакетик, когда вы разорвете пакетик и бросите в чашку, то вы не больны, а если вы протрете собой, у вас посинеет, то тогда вы больны, и вы будете дарить людям счастье. Подумайте об этом, кстати. Потому что понятно, что красная бумажка с красной краской все время будет красной. Человек будет знать, что он не болен. Я сейчас, конечно же, шучу, но меня всегда это поражает и страшно бесит, как люди создают вот эти огромные хайпы, и как на этом кто-то все равно стремится заработать. И что самое ужасное, очень часто это не мошенники, задумайтесь, это не мошенники, это государство, когда начинаются, например, вот эти вот бешеные там прививки, а нету никакой вакцинации, и мы должны идти в какие-то клиники, якобы прививаться, хотя по факту это уже не поможет, потому что уже болезнь пошла, и уже, может быть, мы больны, инфицированы, и уже ничего это нас не спасет. Но вот этот подход постоянный, насеять, навеять панику, он, конечно же, меня поражает. Ну, постоянно. Насколько можно издеваться над людьми, зачем спрашивается это делать, то, что на самом деле происходит в мире, что нас постоянно чем-то пытаются напугать, то коронавирусом, то каким-то гриппом, то свиным гриппом, то еще чем-нибудь, на что надеются люди. Первое, что я вам хочу сказать, если вы хотите делать на этом бизнес, вы делайте. Я не могу вас отговорить. Делайте, делайте, но делайте его хотя бы на позитиве, чтобы говорить людям, что у них нету коронавируса, и много денег не дерите. Но, конечно, я вас к этому не приличаю, наоборот, не призываю, но будьте осторожны, потому что вполне возможно, что поддавшись панике, вы сами начнете что-то приобретать, пытаться вколоть в себя все инъекции, выпить специальные таблетки, понюхать пыльцу, которая не даст вам чем-то заразиться. Будьте разумным человеком, не тусите там, где тусить, не надо. В больших скоплениях людей вообще пользуйтесь какими-то иммунозащитными вещами. В больших скоплениях людей на вокзалах, ну, не знаю, там, надевайте маску, или дышите в свой шарфик, или вообще не тусите в таких моментах. Но самое главное, держите здоровой свою голову. И учитесь на хайпе делать темы, только успокаивать людей, а не наоборот собирать эту пыль. Всегда прикольно, почему скандальные темы всегда вот настолько люди подхватывают. Что мы стремимся найти в каждом видосе на тему, которой хайпят? Это всегда для меня парадоксально. Это все говорят об одном и том же. Вот я, наверное, сейчас тоже заговорила об этом коронавирусе, и думаю, я, наверное, тоже на хайп поддалась. Мне просто прикольно наблюдать за тем, как к бизнесу можно подходить с разных сторон, и это тоже бизнес. Это почти как обезьянка модная, купленная на Алиэкспресс, вот только это специальные маски. Кстати, на масках можно написать, что это маски специально, защищающие от коронавируса. Это тоже такой, знаете, маркетинг. Кстати, вот эти вот фишечки, знаете, когда люди берут, продают одну и ту же, выполняют это одну и ту же функцию. Но вы, например, говорите о том, что ваш крем, он защищает специально на черном асфальте. На белом не очень, а на черном он защищает лучше. И вот эти маркетинговые штуки, когда ты подходишь на полочку, и там лежит 35 разных мочалочек, и на вашей написано, что ваш специально для черного асфальта рука тянется. Поэтому учитесь, делайте это, и, возможно, ваше средство для рук, оно защищает от коронавируса специально. Делайте на этом пометочку. Или ваша маска защищает от коронавируса. Но лучше, конечно, иметь мозг нормальный, который будет защищать вас от всякого бреда. На чем вы наблюдаете сейчас хайпиться? Есть ли у вас какие-то интересные примеры вот этого коронавируса? Что вы на нем вообще думаете, друзья? Давайте эту тему обсудим. Крайне интересно. Может быть, есть какие-то интересные истории на эту тему. Будет забавно это с вами обсудить. Всем хорошего дня!